На жизнь в полном одиночестве Зоя Павловна не жалуется. Еще в молодости научилась не унывать даже в очень сложной ситуации. Ни родных, ни близких у пенсионерки ветерана военной службы нет, но отдушину нашла в спасении животных. И словно в ответ на добрые дела у 70-летней Зои Павловны появились помощь и поддержка. Они постоянно поздравляют, дай бог им здоровья, счастья всем. Я очень довольна. Они очень такие доброжелательные. Как говорится, низко кланяю всем. Хорошие. Уже, наверное, года три стали, как помогают. Праздник не единственная причина, а очередной повод помочь. О судьбе Зои Павловны и других нуждающихся в поддержке не только в материальной, но и в первую очередь моральной Татьяна и другие волонтеры узнали благодаря фонду «Друг», в котором, как известно, спасают бездомных животных. Именно братья меньшие подсказали, что помощь уже давно нужна их хозяевам. Почему оказались с ними бабушки? Потому что у всех бабушек есть кошечка. Есть одна, две, три кошечки, у кого-то даже собачка. Эти бабушки в силу своей одиночества не могут себе позволить 24 часа в сутки находиться одни. И хоть какое-то тепло, хоть какой-то четвероногий друг рядом с ними должен быть. Помимо еды мы, естественно, привезли еще кормаем. Теперь вместе с представителями фонда девушки регулярно закупают и отвозят все необходимое сразу восьми пенсионеркам. Кому-то помогают и с уборкой. Но бывают и особые просьбы, которые тоже стараются выполнить по мере возможности. В этой семье был очень нужен глюкометр, хотя даже с его помощью пенсионерка с сахарным диабетом самостоятельно контролировать состав крови не может. Помимо этого диагноза у женщины полная потеря зрения и нет обеих ног. Плюс не живет дочка, которая дочка уже тоже пенсионер, дочка инвалид. То есть у них вдвойне вот такая вот тяжелая судьба в одной квартире. Присоединиться к группе волонтеров может каждый. Кто-то из девушек помогает нуждающимся еще со школы, кто-то присоединился к неравнодушным совсем недавно. Но у всех здесь одна главная цель. В любом случае нужно помогать, нужно делать добрые дела. И кто чем может, тот тем и помогает. Если есть такая возможность, я так всегда считала, то нужно помочь. Наверное, самое главное, о чем я сегодня думаю, о том, что нам нужно всем быть добрее, стараться помочь. Потому что я бы хотела сказать огромное спасибо всем тем людям, которые откликнулись. Мы собрали, как Татьяна уже говорила, очень хорошую сумму. Откликнулось очень много людей. Нам привозили и продукты, и подарки. Кто чем мог, помогал. Эта акция была приурочена к праздничному дню, но в помощи герои нашего сюжета нуждаются каждый день. Печенье, тушенка, йогурты, сыр, макароны – элементарный набор бытовой химии. Все это мы привыкли видеть каждый день. Для нас это обыденность. Но эти женщины привыкли видеть такие подарки только накануне праздников. Поэтому к помочь им может каждый. Для этого необходимо либо собрать такой пакет с продуктами, либо определенную денежную сумму, ту, которую вы можете дать, и обратиться по номеру телефона, который вы сейчас видите на своих экранах. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.